все идем наконец строить бы не как же мне это надоело ну ладно придется спуститься в шахту я тут много тоже так а приличил если так можно выразиться так сразу говорю нужно будет пополее хотя бы вот столько берем наш вот этот вот туннельный бур устанавливаем вот так вот его устанавливаем и вот его лицевая часть вот это наша алмазная фигня сейчас появится как они нежели не вставь берем вот алмазную фигню правой кнопкой нажимаем и вот сюда вот надпись head и и вставляем вот она у нас появилась так дальше он работает на топливе поэтому возьмем побольше уголька можно использовать дерево это как угодно не имеет значения большого потому что много было ну возьмем все вот это говно не нужно мне это сраное дерево пускаемся и вот на фуил кладем топлива и ему нужны еще лица вот сюда их ставим и вот сейчас он очень нужно начал дурить дальше берем вагонетку сундучком ставим ее сюда берем монтировку правая кнопка плюс shift у нее кнопка плюс shift на него видим link created значит она присоединилась и теперь все предметы которые он выкопает вот здесь пойдут в вагонетку сюда так он там столкнулся славой билей вот опять и получу чем так заделать он может заделать ямы если у него будет гравий но у меня тут по длинности гравий нету блин ну почему ты такой дурацкий он может кстати обсидиану мать опа гравий кстати если он сломает гравий то он будет у него ну как бы так сказать в быстром доступе и он сможет заделывать дырки вот еще что-то не нравится ой все надеюсь ты сейчас успокоишься ну тут еще надо ну чё то тебе чё то надо ну работай на работу на работу на работу вот блин дебил то а вот оно что сразу ты не мог сказать блин уехай бледина наконец то так же если мы положим в эту вагонетку топливо или же рельсы ну вот видите они сразу идут вот сюда если у нас тут переполнено все ну вот как быстро он сгорает сразу сами видите если у нас тут все переполнено то он будет брать из вагонетки я специально на такой глубине его сделал чтоб он работал как типа карьер только рыл туннели и возможно в большей вероятности находил алмазики мне ну все наверное да нет палки я не буду сюда класть что нам еще нужно ну вот он довольно быстро едет надо сказать потому что алмазная вот эта шестеренка у него рельсы нужны сейчас я ладно еще попробую наделать побольше рельсов а его пока остановлю а кстати он же если будет выкапывать уголь то он будет его и здесь использовать уголь горит значительно дольше или нет ладно сейчас я пока рельсы вытащу чтобы он ничего не делал без меня и попробую накопать рельсов еще ну точнее сделать блин ну как же это муторно я только сейчас догадался что можно было построить две печки просто вот не обязательно две можно побольше да ну ладно в следующий раз буду узнать я вот столько рельсов накопил и только сейчас до меня дошло ах ладно поехал в добрый путь что опять он там отрыл не нужно а он наткнулся в новый карьер он наткнулся в новый карьер а а блин почему неудачное местечко там еще и вода эх, блин блин, блин, блин куда бы пойти у нас есть что-нибудь? так, ну тут судя по всему у нас ничего нету ну, надеюсь, что я прав и сейчас мы сделаем немного другую вещь сейчас мы его сломаем и направим в другое место предварительно дав ему гравия так, что я мучаюсь? может, так побольше будет? блин, слишком много блоков лагать начинает да, так лучше, конечно, не делать тем более два раза, так я и делаю вот здесь Redstone мне его некому положить ну ладно, хрен с ним Redstone чем ему можно песок давать мне жалко песка мне пригодится для боя других целей так где-где-где-где-где ну ладно, пока на первое время надеюсь, хватит так, теперь мы поворачиваем вот так вот и попробуем поставить его вот сюда надеюсь, поставится ну да, куда он денется давай, копай так, сюда да, что файлит? да, еть, блин стартит да, что файлит, блин? да, быстрее еть, говно все отлично давайте ему закинем грави сейчас мы еще сделаем одну очень интересную вещь берем два обсидиана сюда в центр Enderpearl вот так вот золото нет, сейчас забыл, как это делается ну, так а, четыре золото, надо немного ошибся так, значит сюда алмазы и опять неправильно, блин вот это такой блок, который позволяет загружать чанки в общем, если нас мы далеко от какого-то места, то в нем не идут игровые процессы он как будто не действует просто как будто мы не играем то есть перестает расти пшеница ну и в общем все все процессы останавливаются чтобы этого не допустить, мы можем поставить этот блок и в радиусе трех чанков он будет загружать их то есть куда бы мы не ушли эти чанки будут работать вот, но много не ставьте, потому что чем больше загружено, тем больше нагрузка на процессор и могут быть лаги ну, мы сейчас сделаем еще немного другую вещь так, я значит ушел потому что нам этот блок пока что не нужен сделаем сделаем мы вагонетку и соединим ее с этим блоком вот, у нас получается этот блок только на вагонетке ну и как вы, я думаю, уже догадались мы его прицепим сейчас к нашему поезду чтобы он никогда не останавливался потому что он может проехать очень далеко вот, смотрите сколько он уже проехал я в нем загрузил довольно много топлива ну вот и гравия взял так, теперь мы да, три лагонетки присоединил что-то скоро заполнится так, присоединяем ее так же абсолютно и все, она теперь будет с ним ездить и все время загружать этот чанк, в котором он находится и близлежащий если мы нажмем F9 так, то мы ничего не заметим ага ну короче если мы поставим просто этот блок без вагонетки то и нажмем F9, то он нам покажет такими такими розовыми штуками чанк, который загружается можно выкопить золото в принципе так же мы эти вагонетки потом расцепим и и с помощью вагонетки с углем отправим их домой разгружаться ну рельс ему не очень много не нам не очень намного он выкопает но все равно надеюсь он найдет алмазы хотя бы уран два урана нафиг значит у меня ножка лагает давайте же их выкупаем да, кстати с этой лавой можно бороться надев этот квантовый нагрудник и вот так вот спуститься вниз но это плохое озеро слишком оно мелкое а нет, нормально ну как нормально и в общем таким образом я иногда смотрю есть ли поблизости ценные ресурсы в частности алмазы ну вот например так можем так выгибать нагрудник ну тратится конечно но не очень быстро ладно давайте вылезать из этого озера посмотрим вон как уже далеко уехал так я горю горю блин у меня воды нету я не знаю блин реально сколько можно уже по 900 по-моему тратится если я прям по счету вон тут сколько угля весь этот уголь надо отправить к нему чтобы он брал я надеюсь он уже выкапывает уголь надеюсь он попадается в смысле уголь так у меня здесь и обычный уголь я загрузил оказывается еще все что было то и загрузил довольно много тут ресурсов надо сказать ну ладно я надеюсь вы разобрались с этим довольно интересным механизмом ну ладно значит сюда положим разобрались с этим интересным механизмом ну вот в общем постройте такой же и его не пожалеете обязательно с этой вагонеткой потому что он может уехать очень далеко при наличии множества рельс ну ладно на этом наверно все уже завершилась у нас вторая часть этой серии довольно большой такой объемной серии надеюсь очень интересная ну ладно спасибо за просмотр и и и и и